приветствую вас и давайте подумаем примерно следующим образом вот у вас есть муж человек его этот человек похож на свою маму конечно есть люди которые совершенно не похожи на своих родителей есть люди которые совершенно не принимают черты и повадки людей которые их вырастили но тем менее довольно часто так бывает основная проблема заключается в том что вы испытываете негативные ассоциации значит ксикроз то есть вы видите ксикроз и вы сразу же чувствуете негатив вы чувствуете негатив к ней потому что она сама человек не самый приятный и естественно что если вы имеете закрепленную ассоциативную структуру ассоциативный конструкт то получается так что когда вы видите мужа в нем вы видите тоже свекровь так что ксикроз вызывает у вас негативные чувства то и муж соответственно тоже вы правильно делаете что не критикуете мужчину и правильно делаете что вы его не ругаете потому что он то на самом деле вряд ли может это изменить это его привычка он привык так себя вести привык так меняться то есть это на генетическом уровне и вряд ли он способен это изменить если он может об этом есть по другому то говорить и смеяться наверное точно вряд ли вам нужно спросить себя а хотите ли вы действительно его менять настолько сильно момент который вам нужно проработать это убрать негативные ассоциации ассоциативной крови то есть перестать воспринимать ее как что-то плохое как что-то негативное как что-то агрессивное по отношению именно к вам для этого лучше постарайтесь все понятно вот человек воспринимает всех людей вокруг в качестве врагов хорошо чем это обусловлено почему человек видит в других людях только врагов почему противопоставляют себя я и они есть я и они это очень неразвитое специальное поведение характерное в большей степени для людей первобытных людей древних людей обособленных живущих и является следствием определенных шерст характера человека то есть человек этот эгоистичен человек этот использует людей только для своей выгоды думает только о себе и не более того с индейк OH ass either тот человек тоже его смазаны в качестве средства счастлив ли человек которые видят все всех людей вокруг своих врагов задаете себе главный вопрос счастлив ли человек который видит всех людей вокруг своими врагами думаю что нет думаю что ни о каком счастье речь не идет Одно же человек несчастлив. Если кто-то испускает негатив, если кто-то его проявляет, причем негатив постоянно, тогда означает это злой человек. Злость проявляется там, где есть дефицит. Дефицит каких-то потребностей, дефицит каких-то желаний, дефицит своих целей. Вот именно поэтому видео так себя ведет. Чтобы убрать негативные ассоциации, нужно изменить ваше отношение к крови. С того, чтобы изменить ваше отношение к крови, нужно понять, чем оно вас возражает, чем оно вас задевает. Ну вот смотрите, смотрите. Например, вы человек богатый. Ну это просто такой отличенный пример. Вы человек богатый и встречаете бедного человека. Бедный человек начинает злом обговорить, что вы бедный. Естественно, вы над ним посмеиваетесь. Почему? Потому что он никак вас не задевает. Вы говорите с ним, и вы понимаете, что он просто от злости пытается вас унизить, хотя в действительности, и вы и он знаете, как обстоят дела. Это не так вас не задевает. То есть вас никак не трогает то, что он говорит. Но по какой-то причине трогает то, что говорит ваша цель крови. То есть что-то в ее словах находит отклик у вас в душе, находит отклик в вашем сознании. И вот эти моменты вызывают негативные ассоциации. Что из того, что говорит ваша цель крови, заставляет вас думать? Что портит настроение? Что мешает получать удовольствие? Ну хорошо. У нее все вряд ли. Потому что она боится, например, если ей воспользуется, боится кому-то доверять и так далее. У нее своя история. И, в общем-то, своя не очень счастливая жизнь. Ну, и вам следовало бы оставить ее там в своей жизни. Но вы этого не сделаете. Вы не смогли оставить человека в своем внутреннем мире. Вместо этого вы эмоционально вовлекаетесь в то, что она вам говорит. Что-то говорит вам ваш цель крови. И это является вашей главной ошибкой. Может быть то, что она высказывает, вызывает у вас какое-то подсознательное, глубинное согласие. И вы раздражаетесь от того, что человек, которого вы считаете неправильным, которого вы считаете не идеальным и так далее. Вы раздражаетесь от того, что этот человек в чем-то оказался прав. Относительно вашей ситуации. И вот именно потому, что он оказался прав, у вас и возникает негативное отношение к ней, а через нее и к вашим мужам. Нужно разбираться с вами в том, что именно из того, что говорит, сколько кровь вас задевает. Что именно засело в вашем сознании и подсознании из того, что она делает, из того, что она говорит. То есть выделить в ее поведении, в ее словах основные раздражающие факторы. И понятно, почему они вас раздражают. Может быть были какие-то сомнения у вас и раньше. Но вы сами с этими сомнениями жили. И жили спокойно. Учились как-то их купировать. Но теперь эти сомнения постоянно задеваются всей кровью. Осознанные или не осознанные, это уже не важно. И вот именно по этой причине, по причине того, что есть какие-то моменты, которые вас раздражают, возникают ассоциации. Если хотите убрать ассоциации, нужно осознать раздражающие моменты. То есть сделать так, чтобы эти моменты перестали вас раздражать. А это означает, что эти моменты, эти элементы вам необходимо привести в соответствие со своими желаниями, в соответствии со своими представлениями. Это всего лишь означает, что вы не можете дальше на них открывать глаза, на эти раздражающие факторы. И это, в свою очередь, значит, что ваша свекровь, по сути, стимулирует вас к тому, чтобы вы сами над собой работали и приводили себя, свое мировоззрение, свое мироощущение в более полное соответствие со своими взглядами и ценностями. То есть, по сути, она стимулирует ваш прогресс. И эти негативные ассоциации, которые она у вас называет, и которые вы боитесь проектировать нам лучше, и являются для вас стимулом прогресса. Вы же пока, может быть, даже не осознаете того, что вам нужно развиваться, вам нужно прогрессировать, и поэтому у вас происходит то, что происходит. То есть, она указывает вам на какие-то слабые места. Вы, естественно, из принципа или из противоречия, противоборств не желаете даже думать о том, что она может быть в чем-то права, она для вас не права во всем. И, соответственно, вы боретесь с ней. А поскольку вы боретесь с ней, и мужчина похож на нее, то вы, получается, боретесь и с ним. Хотя муж также вам ничего плохого вроде бы как, исходя из вашего сообщения, не делает. И вот именно, чтобы сохранить семью, вам можно и нужно работать над собой и, так сказать, исправлять, выправлять все те раздражающие моменты, которые скрывают свекровь. Так, чтобы их не было. И, знаете, если вы это сделаете, то вы будете благодарны себе крови за то, что она у вас появилась. Так она помогла вам стать лучше. Она помогла вам стать более полной, более гармоничной, что ли. И тогда у вас вообще никаких раздражений не будет. А на числом отношении к ней можно сказать, что этот человек несчастный, недостойный жалости, Вам нужно его жалеть. Вам нужно относиться к нему сходительности в позиции человека, который, ну, находится выше. И устанавливать личные границы от нее. То есть, попросту говоря, надо, попросту говоря, игнорировать все то, что не связано, точнее, все то, что связано вот с какими-то моментами, на которые у вас принципиально разные взгляды. То есть, не надо было поставлять себя ей, не нужно как-то пытаться доказать ей что-то. Нужно именно просто игнорировать ее. Но перед этим убрать все раздражающие моменты, которые у вас есть, благодаря появлению сокровия в вашей жизни. Если раздражающие моменты не убрать, если раздражающие моменты не привести в соответствие с вашим общим восприятием в мире и окружающих, то негативные ситуации будут усиливаться. Потому что, понятное дело, что если сведровь скрывает у вас какие-то раздражающие моменты, то, соответственно, муж напоминает вам о свекрови. И тоже получается, что и муж скрывает какие-то раздражающие моменты. А это является очень плохо, конечно же, и для отношений тоже. И почему вы отдаляетесь от мужа? Потому что вам не нравится эта негативная ситуация. Потому что вам не нравится, что и муж тоже скрывает те самые раздражающие факторы. И отдаление – это, по сути, защитный механизм. Защитный механизм от того, чтобы меняться, чтобы становиться лучше, чтобы развиваться и прогрессировать. Последний день – это бег. Бег от проблем. Который, к сожалению, может привести к тому, что ваша семья может прекратить свое существование. Вам решат, что делать, но рекомендацию я отдал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Хотя мы сделаем. Продолжение следует.